Новый день на Уилл-стрит в разгаре. Вторник сулит инвесторам непростую и волатильную торговую сессию. Факторов, которые могут развернуть рынок и изменить настроение, сегодня много. Команда ИнстаФорекс уже подготовила актуальный анализ главных драйверов рынка к этому часу. Вашему вниманию свежий обзор рынка США. Здравствуйте! К звонку о закрытии бирж волатильное открытие недели принесло главным индексом Соединенных Штатов снижение. Промышленный Dow Jones потерял 0,63%, технологичный Nasdaq снизился на 1,12%, а эталонный S&P500 закрылся на 0,89% ниже, у отметки 3597. Предрыночные торги вторника были гораздо более оптимистичными. Биржевые топы солидарно развернулись в рост и прибавляли от 0,6% до 1,5% в весе. При этом оптимизм все же остается довольно шатким, а факторов, способных его подстегнуть или развеять, сегодня много. Таким образом, прогнозный диапазон движения S&P500 отчерчен в границах 3970 и 4110 пунктов. Открытие недели на Уолл-стрит было не самым удачным, так как инвесторы оценивали хмурые прогнозы Международного валютного фонда и ястребиные заявления Кристофера Уоллера. Среди секторов S&P500 недвижимость упала на 2,7%, дискреционные потребительские товары потеряли 1,7%, а финансы снизились на 1,5%. Кроме того, акции Amazon упали на 2,3% после того, как The New York Times в понедельник сообщила, что компания планирует уволить около 10 тысяч своих сотрудников с корпоративных и технологических должностей, начиная уже с этой недели. Но ближе к закрытию торгов фондовая Америка получила хрупкую надежду на смягчение давления со стороны Федрезерва. Порадовала рынок вице-председатель ФРС Лайл Брейнард, чиновника сообщила, что Центральный банк скорее всего заметит повышение процентных ставок. Ее комментарии несколько подбодрили настроение в отношении акций, и этот позитив помог восстановлению индексов уже во вторник. К высказываниям ФРС все еще есть чувствительность и отсутствие однозначной позиции в выступлениях спикера Федрезерва продолжает отражаться на индексах США повышенной волатильностью. Поскольку инфляция и политика Центрального банка по-прежнему находятся в центре внимания, инвесторы с нетерпением ждали данных об индексе цен производителей. Свежие цифры показали, что индекс цен производителей в октябре вырос на 0,2% в месячном исчислении. Это соответствует сентябрьскому значению и немного ниже прогноза рынка в 0,4%. Стоимость товаров выросла на 0,6%, что является самым значительным повышением с момента роста на 2,2% в июне, в основном за счет скачка стоимости бензина. Цены на дизельное топливо, свежие и сухие овощи, электроэнергию для населения, куриные яйца и оборудование для нефтяных и газовых месторождений также подорожали. Индекс цен на легковые автомобили напротив снизился на 1,5%. Между тем стоимость услуг упала на 0,1%, и это стало первым снижением с ноября 2020 года. Цены на розничную торговлю горюче-смазочными материалами снизились. Также снизились цены на управление портфелем. Междугородные автомобильные перевозки, розничная торговля автомобилями, оптовая торговля профессиональным и коммерческим оборудованием. Стоимость стационарного лечения в больницах выросла на 0,8%. По сравнению с тем же месяцем 2021 года цены производителей увеличились на 8%, что является самым пока что незначительным ростом с июля прошлого года. Как понимаете, данные для рынка акций довольно обнадеживающие и вполне могут помочь Уолл-стрит уверенно вырасти во вторник. Но неценными производителями одними живет во вторник Уолл-стрит. Некую почву для оптимизма инвесторы могут найти в смягчении противостояния США и Китая. Главы государств, похоже, активно пытаются наладить диалог в рамках саммита G20, а ослабление карантинных мер дарит надежду на возрождение производственной и торговой активности. Кроме того, сегодня в фокусе внимания фондовой Америки будут и корпоративные отчеты розничных сетей Walmart и Home Depot. Их инвесторы также будут оценивать довольно внимательно, так как показатели крупнейших розничных торговцев прекрасно отражают реальные настроения потребителей в США. Хорошие результаты и прогнозы вполне могут придать рынку акций импульс к росту. Импульс движения рынку акций может дать и выступление президента Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера, которое ожидается позже вечером. Что касается индекса доллара США, то он снова под давлением. USDX пятится назад и внутри дня успел потерять порядка 0,7% в весе, актив торговался вблизи значения 106.10, но после выхода индекса цен производителей ускорил падение. Что касается прогнозного диапазона движения котировки, то для USDX у на Чечен границах 104.90 – 106.20. Доллар резко осла против корзины основных валют во вторник в первые за три месяца протестировал отметку 105.60 на фоне перспектив того, что Федеральная резервная система может вскоре замедлить темп ужесточения денежно-кредитной политики. К такому выводу инвесторы сначала пришли после выступления вице-председателя ФРС Лайл Брейнард в понедельник. Она сказала, что думает, что вскоре будет уместно перейти к более медленным темпам повышения. И добавила, что Федрезерв ждет упражнения по внимательному наблюдению за данными и также будет попытка оценить сколько ограничений существует и сколько дополнительных ограничений будет необходимо. Брейнард является вторым высокопоставленным чиновником ФРС наряду с губернатором Кристофером Уоллером, который говорит, что ФРС готова начать движение с меньшими шагами повышения ставок, и это пагубно сказывается на позициях доллара. Свежие данные по обиндексе цен производителей только усугубили настроение инвесторов и в отношении USDX, но, учитывая чувствительность рынка к выступлениям спикеров Федрезерва, индекс доллара сегодня может получить поддержку от выступления президента Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера. Падение доллара способствовало укреплению CAD, но падающие нефтяные котировки снизили темп укрепления. Пара во вторник направилась на юг, котировка USDCAD теряла скромным шагом 0,14% и торговалась у значения 1,3293. Что касается прогнозного диапазона, то он отчетчен границах 1,3240 – 1,3340. Выступление губернатора Банка Канады Тиффа Маклема в понедельник укрепило веру в то, что регулятор пока не отказывается от планов ужесточения денежно-кредитной политики. Маклем подтвердил, что инфляция слишком высока и проблемы остаются, поскольку Центральный банк работает над ее снижением. Банк Канады повысил учетную ставку на 350 базисных пунктов с марта до 3,75%, и это стало одной из самых резких кампаний ужесточения за всю историю существования ЦБ Канады. Уровень инфляции в Канаде снизился до 6,9%, с недавнего пика – 8,1%, но остается намного выше целевого показателя ЦБ, установленного в 2% годовых. Аналитики прогнозируют, что инфляция в октябре останется на уровне 6,9%, даты должны быть опубликованы уже завтра. Кроме ожидания ключевых данных на канадскую валюту давит и существенное снижение нефтяных котировок. Эталонные марки упали сегодня и продолжают снижение. Что касается криптовалютного рынка, то он во вторник перенял оптимизм Фондовой Америки. Цифровые активы решительно восстанавливаются внутри 3 дня, но все еще остаются далеко от опорных вершин. Так биткоин прибавил почти 4% и на момент подготовки материала вплотную подобрался к уровню в 17 тысяч долларов, но закрепиться пока еще тут не может. Что касается альткоин, то эфир, солан, риппл и лайткоин также прибавляли от 2 до почти 7%. При этом назвать движение активов ростом все же еще пока нельзя, скорее рынок просто отчаянно пытается восстановить внушительные потери, вызванные крахом криптовалютной биржи FTX. По данным Glassnode, вывод монет на кошельки с самостоятельным хранением достиг 106 тысяч биткоинов в месяц. Скорость была аналогична моделям вывода средств, зарегистрированным в апреле 2020 года, ноябре 2020 года, а также в июне и июле этого года. Что касается FTX, то когда-то любимца криптоиндустрии с оценкой в 32 миллиарда долларов сегодня окружили регуляторы. Свои расследования ведут Министерство юстиции США, Комиссия по ценобумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Кроме того, Майкл Барр из ФРС заявил в понедельник, что Центральный банк США следит за любыми стрессами финансовой системы на фоне ослабления американской экономики и дал понять, что более жесткий надзор над криптовалютой уже не за горами. На этом фоне перспективы реального роста криптовалют под большим вопросом, но восстановление потерь вполне возможно. В частности, если биткоин может удержаться выше уровня в 17 тысяч долларов, его следующей высотой будет 17 600. В противном случае актив снова вернется к уровню в 16. Таким торговый вторник на Уолл-стрит видят наши аналитики. Команда группы компаний ИнстаФорек желает вам успешных сделок и напоминает, что уже после открытия бирж на движение активов могут повлиять как статистические данные, так и спикеры Федрезерва. Кроме того, рынку предстоит оценить важные корпоративные отчеты. Как понимаете, день сулит волатильные торги, ну а мы надеемся, что для вас они будут прибыльными. Всем профита и до новых встреч на канале. Увидимся завтра.